Итак, дорогие друзья, мы с вами сейчас рассмотрим метод. К сожалению, мне зубы поставили, мне очень сложно говорить, но придётся учиться, поэтому сразу прошу прощения. Видео не очень длинное, я хочу, чтобы вы уловили стиль программирования. Ребят, зачастую программисты не обращают внимания на стиль программирования. Я хочу, чтобы вы сейчас открыли его для себя и неделю, неделю поработали именно в этом стиле, чтобы запомнить. Не важно, что здесь библиотека Киви, в принципе, уроки Киви я просил проделать ради именно этого стиля. Киви, это библиотека для андроид. Будете учиться на СПБ, когда в школе Python Jungle, там это будет вместе. А мобильными приложениями, сразу скажу, я всё-таки котлен. Ну, тем не менее, о стиле. Вот смотрите. Человек, который начинает изучать ООП, первое, что должен обязательно разобраться с методом Супер. И разобраться очень досконально, потому что, в принципе, я в школе это сделал на первых шагах. Почему, сначала объясню. Сейчас до стиля дойдём. Когда в школе человек доходит до функций, то я рекомендую начать проделывать уроки. Здесь много очень записей в группе. И в магических методах, да, сразу супер. То есть, для ребят в школе я дал ссылку, разбираемся досконально. Досконально. Потому что на практике получается так. Есть поставлены вопросы. В школе вообще идёт обучение по видеоурокам. Но, когда... Кроме этого, я обязательно добавляю самостоятельную работу. Почему? Потому что, когда человек работает самостоятельно, он начинает осознавать. Значит, посмотрите. Метод супер используется практически везде. Сейчас, секунду. Я написал, чтобы вы поняли. Лучше я не скажу. Вот я написал Сергею Осадчиму. Не зря прошёл своё время. Метод супер. Понял, что метод частый. Вижу, как орехи щёлкаете, потому что я вижу по коду. Он расписал вернуть класс toggle button с методом on-touchdown касания. Этот метод используется в Django абсолютно во всех графических интерфейсах. И, например, мы берём одну библиотеку, с которой работаем. И нам надо добавить какую-то библиотеку и оттуда вырвать всего лишь один класс. Тогда мы просто-напросто это легко делаем. Сергей Осадчий когда-то дал очень хорошее определение. Кого мы хотим сделать родителям, того и указываем метод супер. Путаться здесь негде. Но участникам школы, я вас прошу, вот на эти все вопросы не только прочитать, что ребята написали, да, тут Осадчий очень чётко расписал, а самим всё проискать, на своей шкуре проделать, чтобы этот метод у вас отложился очень глубоко. Так как используется везде и облегчит жизнь. Значит, смотрите, теперь по стилю программирования очень важная вещь. Вот, обратите внимание. У нас есть класс, неважно как он называется, в данном случае, TullButton. Наследуется он от ToggleButton, да. То есть, грубо говоря, кнопка всё время нажата. Здесь может быть всё что угодно. Теперь смотрите на важный нюанс. Мы расписываем код, да, я дам пример этого кода, чтоб вы просто поняли. Но вот здесь мы, смотрите, self-draft, да, наш будущий метод. И потом, потом мы просто в классе присваиваем этому методу path. Да? В Python это делается легко, потому что метод self, вот, кстати, недавно Денис Латыпов делал уроки, и я постоянно с этим self, когда я вижу, что человек не полностью пишет 4 назначения, я всегда поправляю. И, в конце концов, я увидел в его коде, что он разобрался. Так вот, self нам выделяет ссылку места, выделив, сделав пас, то есть, уже код работать будет всегда. А теперь, ребята, соображайте, смотрите. Вот здесь, да? То есть, вот эта строка, она определяет класс родителя. Неважно, это класс родитель или что-то, но, грубо говоря, по сути дела, здесь может быть строка, которая нечто определяет, глобальное в вашей программе. Далее мы пишем конструкцию if, да, if-elf, где расписываем любые действия. И вот подумайте, у нас есть программа, да, вот вы делаете программу, вот у вас есть, ну, я так нарисую, основной класс, да, но вы еще не определились с полным функционалом, вы не знаете, что до конца будете писать. Поэтому вот этот стиль программирования вас всегда выручит. По сути дела, вы можете легко делать следующее. Вы просто выделили место, при этом это место могло выделяться и в других местах, да, сель в драф, то есть, на самом деле, в данном случае, просто выделено место и создана ссылка на это место. А, дальше указали этот же метод, то, к чему он относится, да, аргументы, и поставили паз. Теперь в любой момент вы можете переопределить, чем удобен еще этот метод. Он вкладывается в очень удобную конструкцию. Вот у вас есть класс. То есть, глобально, в принципе, вы представляете, что будет делать ваш сайт, ваша программа, но когда вы начинаете выделять вот эти ссылочки, да, по сути дела, это метод в классе, это тоже самая функция, да, по сути дела, мы не нарушаем очень классную парадигму, как учил один джанго-программист опытный. Он говорил, один метод, одно действие. И здесь так получается, да, если мы посмотрим на код, очень правильно. То есть, метод драф будет нечто делать. Будет делать какое-то одно действие. И получается, мы его вбили, да, мы себе там придумали, что вот будет делать то-то, то-то. И на самом деле, этих методов мы можем создать сколь угодно много. Чем они удобны? Удобны тем, что саму работоспособность кода мы не нарушаем. То есть, ну, основную идею, то программист, когда пишет, в любом случае понимает, согласитесь, и основная идея здесь расписана. То есть, определено нечто там главное, дальше определена конструкция if, которая перечисляет, что делать, которая заканчивается в данном случае, если все это будет так, то true подтвердить, и все будет окей, да. А дальше, 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 ведь мы здесь вставлен один метод, а мы можем в пять вставить, да, пять методов. Но самое главное, код, то все равно, остается работоспособный. Мы, когда этот метод, я вообще рекомендую его всегда на начальной разработке всегда такие вещи применять. Потому что, по сути дела, ну, пишите вы программу, пишите, а, бас, вдарило в голову, что, а хорошо бы добавить нечто. Ну, что ж, проблема, взяли, добавили какой-то другой метод, а потом дописали. Уловить смысл, главное в чем? Смысл уловить, главное в том, что вы выделили место, вбили метод, как отдельный метод в класс, спас, конечно, можно сразу его расписать, но я просто говорю, в этом и чудо Python, да, что мы вбили в пас, да, просто мы его не используем, но код ошибку не выдает. Но, тем не менее, вы же отлично понимаете, что мы хотим, мы взяли, сюда ниже вставили, там, допустим, еще один метод, еще, и, грубо говоря, так по ходу разработки программы мы можем легко добавлять функционал, ведь основной код мы не рушим, он его не касается, он просто нечто использует, да. Это, ребята, важно понять, это очень удобно, потому что, особенно молодые программисты, да, начинающие, как правило, они себе задают вопрос, а в каком стиле программирования вообще писать, и как его приобрести, да, потому что, в принципе, а что такое стиль программирования, у молодого программиста вообще отсутствует. Сам смеюсь, ну ладно. Так вот, вот я вам дал эту зацепку, в принципе, это видео для участников школы. Ребята, я вас попрошу, вот тот стиль, который я объяснил, да, сейчас, вот эти моменты, и вы увидите, когда будете проделывать руководство по Киве, да, вы увидите, там это во многих местах, просто-напросто, если поискать, сейчас я попробую, если поискать, он используется в разных конфигурациях, вот тут то же самое, дробл виджет, смотрите, немножко другое использование, но принцип тот же, мы определяем, и не то есть, что передавались наши аргументы, и определяем метод, выделяем место на selected метод, да, при этом пишем ноны, то есть, грубо говоря, ничего не делать, но если дальше мы просередим код, мы увидим, что selected, мы начинаем, вот, просто расписываем, а что сделать, то есть, по сути дела, сейчас идет другая сторона, смотрите, смысл какой, смысл получается такой, что просто мы в классе, то есть, уже в init, то есть, я в init, значит, я, как бы, вот этот вот голубенький с голубым, да, соединю, это init у нас, и нет, да, то есть, по сути дела, потом мы выделили там место, смотрите, да, и, потом уже, в обычном методе, начинаем нечто расписывать, ну, какой-то функционал, то есть, вот эти две вещи, которые я попытался объяснить, постарайтесь склеить в голове, не важно, что вы будете писать, но попишите минимум неделю, вы должны эти два фрагмента усвоить, я не буду перегружать вас, на самом деле, как только вы начнете писать в этом стиле, через месяца два, вы столько для себя откроете новых вещей, то есть, фишек, которые у вас сами будут, а если так, а если так, но принцип очень простой, бери, сначала выделяй, потом используй, еще раз повторяю, смотрите, мы могли выделить, и ничего не делать, код мы не сломаем, понимаете, у нас код, все время работоспособный, мы всегда можем дописать некую функцию, ребят, это очень важно, и вернусь еще к началу, это опять для участников школы, сейчас, секунду, для участников школы, ребята, из первых шагов ООП, мета супер в школе разобран очень подробно, вы его должны понимать на уровне, ну не знаю, молекулярно, потому что данный метод, повторяю, используется в джанго, используется абсолютно во всех графических интерфейсах, и самое главное, потому что это вот люди не понимают, да, и тогда проблемы начинают, взял, взял одну библиотеку, ведь принцип настолько простой, но это надо понять, он метод, разработан, вот я сейчас проще скажу, вот у нас есть библиотека, да, сейчас я покажу, просто, чтобы вы визуально, да, представили, что это за чудо, вот у нас есть библиотека, это наша основная библиотека, на которой мы пишем, ну там класс и все, большая, и вот мы устанавливаем еще какую-то библиотеку, да, и там нам надо некая функция, ну любая, любой класс, любой класс, ну там допустим 40 классов, ну например, сейчас покажу, все-таки найду примеры, зашов вы поняли, ну сначала проговорю, ну хорошо, вот мы пишем, нам надо, чтобы, ну представим, да, чтобы кнопка, вот этот класс делает, чтобы кнопка button нажимается, да, говорю, это допустим, что кнопка button нажимается, а вот с этого класса нам надо взять, я, ну опять простой пример, чтобы при нажатии, грубо говоря, она обрабатывала, открытие страницы в интернете, и при этом в этом классе за это отвечает какой-то метод, да, метод, метод open, да, по сути дела, метод super нам дает совместить две библиотеки, грубо говоря, мы указываем тупо, тупо и просто, супер, сказали, это то же самое, что сказать, допустим, по щучьему велению, примерно то, супер, а здесь класс button, да, в этом методе, чтобы было более, так, конструктивно, button, мы говорим, по щучьему велению, по моему хотенью, методом super хочу соединить две библиотеки в одном действии, и так, super button, то есть мы говорим, button, значит, родитель класс button, определяем, смотрим, вот оно здесь, родитель, тугл баттон, тугл баттон, да, родитель, а использовать метод, касание, а использовать в баттон, класс open, и получается, что, с этой библиотеки, при помощи метода супер, мы взяли, саму кнопку, а с этой библиотеки, вырвали с класса, всего лишь, один метод, открыть, и, получается, что Python, обращается сюда, за кнопкой, а сюда, открыть, ребят, но где вы видели, в других языках, такие чудеса, это возможно, только в Python, на самом деле, да, вот тут, в школе, Сережа, Асачи, очень круто разобрал, это все дело, я давал ссылку здесь, по суперу, я показывал вам уже, да, но это надо, понимать, на молекулярном уровне, и пописать, и если вы, сейчас, сейчас, переосмыслите видео, и поймете, то, что я рассказывал, о стиле программирования, очень удобном, плюс метод супер, да, и, тех, кто в школе, будет время, просто проделайте, проделайте уроки, да, вы это досконально поймете, хотя, метод супер, очень сложен, сам по себе, но используется, очень просто, потому что, здесь идет, целая, там, геометрия, с высшей математикой, да, откуда оно берется, и как, разбирается, он очень просто, и, вот, спасибо, Сергею Осадчему, большое, да, просто, ребят, я хочу, чтобы вы, кое-что прочли, вот здесь, на сайте, spb-tu.ru, я специально вынес, вот, вдохновляющие примеры, ребят, как правильно, учиться программировать, да, тут есть три ссылки, которые ведут, на личные истории, абсолютно реальных ребят, которые, начали быстро писать, допустим, ой, самому смешно, допустим, Сергей Осадчий, через полгода, начал писать на двух языках, Пайзен и Котлин, и я ему сейчас напомнил, потому что, допустим, его результат, меня немножко, поражает, да, я его попросил написать, ну, как так получается, да, он расписал все, вы там почитаете, на самом деле, что я вижу, да, сейчас, что Сергей выполняет все домашние задания, выполняет определенным образом, то есть, вот только что от него пришло, а, ну, это некая аудиозапись, но я его попросил рассказать, может, я что-то упустил, чтобы ребята, сейчас поймете, вот Сергей писал, да, тогда было полгода, он уже начал писать на двух языках, вот он писал, было недоумение, как учить два языка, но как-то взял и начал, 5 месяцев назад, я Убунта установить не мог, для меня это было, как собрать какой-нибудь космический аппарат, но в школе все проходит покруче, побыстрее, каждый по совету скинулся, и все дело сделано, программа обучения очень мне нравится, все круто, бери и делай, было недоумение, как учить два языка, и как-то взял и начал, ощущения очень крутые, недавно, Сергей написал, интересную вещь, я обращаю ваше внимание, ребят, я сейчас не хочу там, что, пререкламировать, просто есть люди, как Болсуновский, которые, я, да, которые полтора года, я помню, в 2009 году, ну не мог я войти в языки, ну не мог, не понимал, сейчас в школе все есть, но благодаря многим ребятам, сложился стиль программирования, вот как быстро начать программировать, вот именно благодаря этому начали, приходить такие сообщения, как пишет Галанин, да, был в школе, да, потом изучил сам же Джанго, уже почти 8 месяцев работаю в банке, да, а два года назад там носил телефоны, это круто, ребят, ведь моя мечта была именно помочь ребятам, которых нет образования программиста, но было вот это в душе мечта программировать, поменять профессию, поменять жизнь, и это начало уже, хоть школа работает с 2013 года, но с 2017 года, это начало получаться, ну да ладно, так вот, зачем я сказал прочитать, сейчас, одну строку, здесь почитаете Михаила Берековского, который очень круто, хороший кот на Джанго начал писать, да, через 3 месяца, но он очень классно комментирует, у него этому надо поучиться, и у Асачева, а Сергей Асачий, вот эту статью зачем прочитать, очень интересная одна мысль, да, прочитайте, это он пишет уже, тогда был какой месяц, 18.02, февраль, сейчас, ноябрь, учитывая, на Котлин пишет, Android Studio начал делать программы, как вы видите, на Киви пишет, и вижу, понимает Кот, да, расписывает, на Джанго пишет, это еще года нету, ребята, но есть чему поучиться, какой бы, да, как Миша Берековский, Михаил пишет, что да, действительно, я пишу уроки, как для детей, то есть понимают все, но надо взять, и то, что делают ребята, ведь надо учиться, я здесь описывал, определенным образом, тогда будет результат, вот, он пишет, да, когда я говорил, начни Котлин, и здесь вы потом найдете, в этих статьях, по-моему, Дениса Латыпова, я описал, очень важный момент, почему надо изучать два языка, тогда вы действительно станете программистом, потому что основные принципы программирования у вас будут отложены, очень серьезно, ну, почитайте, Сергей пишет, я не хотел изучать Котлин, сейчас хотел пройти сначала Пайтон, узнав, что Котлин, это мобильный рынок, я посчитал, что упускать нельзя, нельзя, кстати, кому логопед нужен, я сейчас, как в этом фильме, февочка, научу, решил попробовать, и прикрепил его, я еще не понимал, как это повлияет, на мой взгляд, на программирование в будущем, я отложил Пайтон, начал изучать Котлин, уроков по Котлин было, немного, сейчас уже, намного больше, начать с быстрого старта, будет сайт, а потом пошли, курсы Котлин, да, тут немножко другая методика, так, а я что, потерял, ага, а, вот, таким образом, я начал чередовать, вышел новый урок Котлин, я в Котлин, прошел урок, возвращающий к Пайтон, несколько месяцев, все было как в тумане, единственное, что я чувствовал, это то, что у меня есть тонны информации, с которой я не понимаю, что мне делать, я вымытан, меня вырубает за комнатного, руки начали опускаться, сомнение навалилось, нормально, я думал, что я ничего не понимаю, но это только мне так казалось, на самом деле, я все понимал, просто мне еще не открылась вся картина, но картина открылась, сам до конца не осознавая, я увидел, что у меня нет разницы, между Пайтон и Котлин, а разница есть, но я ее понимаю и считываю, сейчас я могу сказать, что изучение двух языков круче чем один, на момент изучения Пайтона, я этого не понимал, теперь переключиться с одного языка на другой, это практически то же самое, что писать на одном, только по-разному, ребята, ведь я сейчас зачитал вам, очень важную вещь, я сказал, прочитая статьи, поймете, я просто, я не знаю, почему меня не слышат, но постараюсь сейчас сказать, может с таким вот, пока поставили зубы, шепелявым, кортавым, вы меня услышите, потому что, язык, да, трудно говорю, ребят, пока программист, не пройдет, вот этот период путаницы, он никогда не станет программистом, я кричу, два языка, при этом нельзя изучать, нет смысла изучать, допустим, Python и Rubin, да, потому что и тот, и тот с динамической типизацией, вы и так на них можете писать одинаково, надо изучать один со статической типизацией, другой с динамической, тогда у вас начинает, сначала, ребят, это важно, смотрите, сначала, это происходит, вот так, когда вы начинаете, изучать два языка, у вас хаос, мы сейчас возьмем, это слово, я хочу, чтобы меня услышали, у вас хаос, вот Сережа описал, это же реальный человек, почему хаос, ну, во-первых, вы боитесь оторваться от того языка, потому что забудете, ребят, запомните, вам надо понимать, основы языков, это главное, потому что функции у всех языках, только по-разному записываются, они немножко разные делают, но принцип один и тот же, если вы боитесь, и пока вот это хаос, просто потому что, это происходит, потому что у вас идет накопление информации, и вы пока слабо владеете, ну, ни в коем случае нельзя оставлять, вы меня слышите? Прошу услышать, надо просто продолжать, потому что в данном этапе переключение между языками может вызывать хаос, панику, как Сергей писал, вот, четкие эмоции, но ведь они же, я знаю, как это было и со мной когда-то, да, как он писал, это выматывает, это вырубает, да, и вот это надо пройти, вот считайте то же самое, что вы поступили в университет, и вам там пять лет, вот, грубо говоря, кто отучился, кто отсидел, но везде в дипломах написано, прослушал, я в смысле пропустил мимо ушей и вышел, ни хрена не знаю, это всегда так происходит, правильно, да, так вот, считайте, что этот период хаоса, это не университет, когда вы берете два языка, это считайте, что вы Кембриджа заканчиваете, только самостоятельно, ну, это тоже университет, я не так хотел выразить, но, в общем, вы поняли, что вы не прослушали, а учились, вот, что я хотел сказать, так вот, смотрите, но потом, потом, обратите внимание, важный момент, это правда, потому что, я смотрю, быстренько он и то, и то, теперь переключиться с одного на другой, это практически то же самое, что писать на одном, а вот потом, убирает этот хаос, и вот появляется, окей, все понятно, четкое слово видно, окей, все понимаю, ребята, вы должны это понимать, на самом деле, идет процесс накопления информации, какой информации, это я, вот будете читать, много здесь, я писал, когда тому же Денису Латыпову, а там интересный случай, человек полтора года назад, назад пришел в школу, потом забросил, а потом, вернулся, у него поперло, да, что говорят, и в этой статье я расписал, почему важно это переключение, то есть, вот как только у вас уберется хаос, и вы послушаете меня, вы начнете писать абсолютно на любом языке, и не важно, сколько будет этот период у вас, у кого-то три месяца, у кого-то год, важно его пройти, чтобы стать настоящим программистом, начал про Ивана, закончил, закончил про Марио, ребят, ну, честное слово, моя цель была для ребят школы, рассказать, именно, вот этот метод, и Сергею напомнил, а вот ваше сообщение, которое мы читали с вами, да, в начале, что Сергей писал, когда вот тут только начал на двух языках писать, сейчас читали его сообщение, вот сейчас, да, пусть сравнит, да, вот, я лично удивляюсь, и в принципе, моя задача была, вот этот стиль программирования, с которого мы начинали с вами, да, поэтому ими закончим, ребята, переслушайте урок, наверное, это тяжело, с моим произношением сейчас, ну уж извините, ну, ну так, так это сообщение увидел, и думаю, надо записать, потому что, вот этот момент всегда упускается в школе, а тут как раз, Асачи прислал домашнее задание, и вот этот метод, что я рассказывал, ребята, в начале, пожалуйста, неделю попишите, вы врубите за неделю, да, не важно какой код, не обязательно там этот, кто в школе, проделайте киви уроки на досуге, потому что тогда вообще поймет, но именно проделывайте, с пониманием того, что этот метод вы будете видеть в коде, и тогда у вас запутанность от программирования, боязнь, да, кода, она уходит, у вас просто, вы начинаете, вот, когда вы действительно, вот, в любом деле, которое вы уже знаете, вы вот понимаете, и тут вы начинаете расставлять сразу все по своим местам, потому что, почему еще важный момент, вот этот стиль программирования, о котором я говорил в начале, да, потому что он у Ючка какой страх, написал торчок кода, бац, исключение, там исключение, а этот стиль программирования нам дает, добавляет, отнимать, в принципе, спокойно работать над кодом, понимаете, да, и так, кто начал с этого видео, ссылка на сайт, будет в любом случае, на СПБ, с него начнете, да, и ссылка на эту статью почитаете, вообще рекомендую, как правильно звучать, жанга, другие методики, не рассчитайте, как стать программистом, в общем, моя цель была первая, донести вот этот стиль программирования, потому что, еще раз повторюсь, новички не могут найти стиль программирования, потому что они не знают, как он выглядит, да, вообще, вот я вам рассказал, один из стилей программирования, очень удобных, и он профессиональный, ребята, и он классный, вот у вас уже будет первый стиль программирования, потом, и поработайте с ним, потом почитайте статьи ребят, да, совершенно реальных, которые, как Асачи, начал писать через полгода на двух языках, как Михаил Беляковский, который пришел, начал писать кот на жанга, как Денис Латыпов там, пришел, полтора года забросил, раз вернулся, все, поперл, как я говорю, да, и у вас будет понимание, ребят, ну будете писать, будете, но еще в конце, вот насчет двух языков, ребята, просто проверьте это, да, вот что сделал Асачи, вот именно поэтому, он пишет легко код, и смотрите, вот как он его комментирует, очень круто, да, то есть, все четко, класс кнопки, не ленитесь писать метод касания, все, определяет родителя, есть состояние кнопки вниз, то есть, очень читаемо, да, по крайней мере, вы сами, тогда разберетесь, я говорил, когда будете читать вот эти статьи, там я в одной из статей указал, да, что, ребят, важно, да, что учиться программировать надо определенным образом, то есть, если вы будете читать Луция, если будете там проходить видеоуроки, это не значит, что вы научитесь программировать, но я написал, в этих статьях, что значит, когда вы точно научитесь программировать, возьмите у этих ребят лучше, там, есть не так много составляющих, я их все описал, то есть, учиться программировать надо определенным образом, и, пожалуйста, кому надо логопед, сейчас вам, я научу, как в этом фильме, помните там, про продажу квартир, я не помню название, Февочка, Февочка, вот Февочка, у меня хорошо получается, все, ссылки видео, что, что сказал, то сказал, спасибо за доверие, я, что,